Отличается ли Сибирь от других регионов в плане психической картины жителей? Вот эта уникальная модель оказания психиатрической помощи в Сибири, которая создана где-то с первой половины 20 века, она дает возможность реализовывать, не реализовывать, а возможность работать со всеми слоями населения Сибири, у нас очень многонациональное население с различными национальными группами. Вот, например, мой учитель, профессор Анатолий Алексеевич Корнилов, он из Якутии, и он был первым врачом-психиатром, который заговорил с жителями Якутии на родном языке. Это уникальное явление, когда с психически больным говорят на родном языке, и до этого никогда не было. Поэтому именно в многонациональном регионе, в регионе с промышленной, с развитой промышленностью, в регионе с особыми климатическими условиями, естественно, и патоморфоз психических расстройств немножко идет по-другому, и оказание помощи также строится на других немножко принципах. Существует даже отдельное такое направление психиатрии, называется промышленная психиатрия, когда мы решаем, может ли человек с определенными проявлениями психического здоровья работать в тех либо иных условиях труда, во вредных, опасных условиях труда. Это первое направление. С другой стороны, каким образом вот эти условия труда, тяжелые условия труда, в шахте, в металлургические комбинаты, либо, например, где-то на отдалении, в глухой тайге, влияют на развитие психических расстройств, на возможности адаптации, на развитие, на устойчивость, именно на стрессоустойчивость человека. Написано несколько и защищено несколько диссертаций на тему психические расстройства у работников угольной промышленности, психические расстройства у работников, работающих на алюминиевом комбинате в Новокузнецке. Такие же работы есть, касающиеся именно национальных особенностей. Например, работы, связанные с психическими расстройствами у бочатских телеутов, психические расстройства у жителей Горного Алтая. Все это с учетом влияния этнокультуральных, промышленных, экологических факторов протекает с определенными особенностями, а значит и программы лечения, программы реабилитации, программы превенции, то есть профилактики должны быть абсолютно другие. Вот это замкнутое пространство, тяжелый физический труд, тяжелый физический труд. Ограниченное общение может привести, естественно, и к злоупотреблению психоактивными веществами, в том числе и алкоголем. Это может привести к истощению, к физическому истощению организма, и следствием чего могут явиться проблемы настроения, проблемы нарушения сна, общения и адаптации. Вообще, так скажем, вне шахты. Я привык работать с шахтерами, у меня особый сленг, у меня особая внешность, да, у меня особые взаимоотношения. Когда он оказывается там среди ученых-психиатров, да, совершенно понятно, что трудности адаптации будут испытывать. Да никто не считает сибиряков самыми депрессивными. Сибиряки просто самые организованные, может быть, не самые такие веселые и добродушные, но депрессия – это снижение настроения, депрессия – это отсутствие возможности получать удовольствие и радость от жизни, депрессия – это идиаторная, это моторная заторможенность. Вот что такое депрессия? Просто когда человек не очень общительный, более замкнутый. Это у нас принято считать депрессивным человеком. Но вот именно такие черты характера, такие черты личности, о которых вы говорите, да, вот, может быть, правильно вы сказали, накладывают именно климатические условия, экологические условия, да, условия жизни в промышленном производстве, тяжелые, в общем-то, довольно климатические условия, отдаленность. А есть ли какие-то особенности в оказании психической помощи населению в Сибири? На сегодняшний день, да, существуют значимые различия между регионами, между субъектами федерации. И все это связано больше все-таки с отсутствием до этого единой нормативно-правовой базы, но и в то же время это проявление особых организаторских способностей руководителей психиатрических служб. Вот, например, в отношении алтайской психиатрии я говорю, что это уникальная модель оказания помощи, когда впервые были созданы поликлиники неврозов, когда впервые стали заниматься отдельно, именно как отдельная специальность наркологическими расстройствами, это трудовая реабилитация, и все это идет только по нарастающей. Например, в Кемеровской области в структуре медицины катастроф есть специальная бригада врачей-психиатров и психологов, которые тут же, когда возникает эта чрезвычайная ситуация, выезжают на место, и в зависимости от периода этой чрезвычайной ситуации объем помощи, он совершенно различный. Программа оказания помощи совершенно различна. В первые часы это одно, через два-три дня это второе. В дальнейшем, когда развиваются через несколько месяцев посттравматические стрессовые расстройства, о которых вы наверняка все знаете, это совсем другие методы лечения, сопровождения и реабилитации больных. Независимо СВО, это землетрясение, пожар, трагедия в семье, также может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Это отдельное заболевание с особыми симптомами течения, с особыми разработанными программами, методическими рекомендациями, клиническими рекомендациями. В последнее время вот эта методическая база настолько дополнилась и помогает, оказывает помощь при таких расстройствах.